Всем привет! Меня зовут Алина и это второй день проекта. Надеюсь, что вы посмотрели уже первое видео и оно вам понравилось. Для тех, кто еще не видел, хочу немножко вам рассказать о проекте. На протяжении 12 дней Каннского фестиваля каждый день я буду воссоздавать образ самой яркой и гламурной звезды с красной ковровой дорожки. И я буду делать это с помощью косметики L'Oréal. Все макияжи там сделаны по последним тенденциям, поэтому если вы хотите знать, что будет популярно в следующем сезоне, то я думаю, вам будет интересно посмотреть. Рекомендации по созданию образа для девочек-брюнеток и шатенок вы сможете найти на сайте спецпроекта. Там же вы найдете все эти продукты, которые я буду использовать сегодня в видео. Главное событие второго дня Каннского кинопросмотра – показ фильма «Безумный Макс. Дороги ярости». Фильм не входит в конкурсную программу, однако его премьера вызвала дикий ажиотаж среди звезд. Джулиано Мур появилась на дорожке дворца фестивалей в кроваво-красном платье Живанши Кутюр, дополнив его украшениями шапарт. Ну что, давайте приступим. И как всегда, если мы хотим, чтобы наш макияж был стойким и продержался целый день, мы должны нанести сперва базу праймер под макияж. Это еще и увлажнит, и защитит нашу кожу от нанесения дальнейших на нее средств. Я буду использовать базу «Люми Мажик». Она очень хорошо подсвечивает и придает здоровое сияние коже. Она содержит в себе такой мелкий перламутр. Начинаю наносить ее от крыльев носа и растягиваю дальше на зону к ушам. Сегодня я решила наносить ее пальцами. Хочу проверить, будет ли какая-нибудь разница, как будет макияж вести себя в течение дня. Теперь будем переходить к нанесению тона. В любом вечернем макияже очень важно, чтобы у вас была идеальная ровная кожа. Дальше вы можете уже расставлять какие-то акценты. Но сама по себе, например, яркая помада или яркий макияж глаз никогда не будет выглядеть как завершенный образ, если на коже будут видны какие-то недостатки. Так как я хочу, чтобы моя кожа выглядела безупречно, я выберу тон, который подстраивается под оттенок кожи. Он называется Alliance Perfect и я буду использовать оттенок Rose Vanilla. Наносить его нужно от центра лица, то есть от носа, также растягивая оттенок в сторону уха. Чтобы не было заметно тонального крема на лице, нам еще нужно очень внимательно относиться к линии роста волос, так как если переборщить с тональным кремом, то там обычно все это очень сильно видно. Поэтому я советую наносить тональный крем на центр лоба и потом уже растягивать от центра как бы вокруг. Тон получился в принципе уже достаточно ровным, но я еще дополнительно перекрою некоторые свои покраснения. Для этого я буду использовать консилер из этой же серии Alliance Perfect. У меня он в оттенке 3. Я предпочитаю нанести немножко консилера на покраснение и оставить на пару секунд, чтобы он немножко подсох и впитался. Так при растушевке остается больше пигмента и получается покрытие более плотное. Я стараюсь дополнительно не тереть то место, которое я пытаюсь немножко подкорректировать. Как бы наоборот его больше вбиваю пальчиком. Думаю, что нам стоит добавить немножко подсвечивающего консилера под глазки. Он же хайлайтер Lumima Jig. Я буду использовать первый оттенок, так как я люблю немножко высветлять эту зону. Очень здорово, что там содержатся светоотражающие частички, которые скроют мешки под глазами, если они у вас есть, а также подкорректируют темные круги. Нужно все это дело закрепить и я буду использовать пудру из этой же серии Alliance Perfect. Для зоны под глазами я использую оттенок R1. Закрепление консилера пудры снизит риск того, что консилер забьется в складочки и скатается в течение дня. На остальные участки я буду наносить пудру в оттенке D3. Светло-бежевую, немножко золотистую. Вроде как мы уже нанесли несколько слоев макияжа, а лицо вообще не выглядит ни перепудренным, ни перегруженным. У Джулиана в макияже присутствует такая активная коррекция носа. Начинается она у нее по основанию брови и продолжается где-то вот до этой части, чтобы немножко визуально сузить вот это место. Для коррекции этой зоны я буду использовать палетку теней. Леопалет Нюда от Colorish. Я буду использовать четвертый по счету оттенок, смешивая его с седьмым. И начинаю немножко затемнять эту зону. Теперь переходим к нанесению румян. Я буду использовать 140-й оттенок под названием Old Rose. Немножко добавляю таких легких круговых движений, чтобы дополнительно растушевать продукт. В этих румянах присутствует небольшой шиммер, поэтому наше лицо будет дополнительно подсвечено и будет сиять. Я нанесу немножко румян на складку века. На лице осталось добавить несколько акцентов. Я это буду делать при помощи хайлайтера, базы, которую мы наносили в самом начале. И добавляю немножко хайлайта на складочку над верхней губой. Я почти всегда выбираю для себя кремовые хайлайтеры. Мне кажется, что они придают более естественное свечение. Как мы видим, у Джулианы почти нет никакого акцента на бровях. Нет четкого контура, поэтому я буду использовать сегодня профессиональный набор для дизайна бровей. Brow Artist. У меня он в оттенке Light to Medium. В этой маленькой удобной коробочке уже идет такой миниатюрный пинцет и кисточка для бровей. Сегодня я попробую наносить именно ей. Легкими движениями. Не по контуру бровей, а как бы в середине. Добавляю продукт. И теперь еще раз их расчесываю. Я немножко адаптирую макияж под блондинок, а на сайте спецпроекта вы как раз можете посмотреть, как создать именно макияж Джулианы и макияж для девочек-брюнеток. У меня все равно получились немного более интенсивные брови, поэтому я возьму пудру светлого оттенка и немножко припудрю кончик брови. Сегодня я хочу начать с внутреннего уголка глаза. Я буду использовать палетку для палет Nude от Colorish, которую мы уже использовали для коррекции носа. Начинаю наносить самый светлый оттенок, совсем немножко выходя за границы подвижного века. Закладываю я этот оттенок чуть дальше середины. Веду линию к носу. И продолжаю ее до середины глаза. Далее я набираю третий по счету оттенок на кисть и делаю нашу любимую галочку. И довожу ее где-то чуть дальше середины. Затем смешиваю третий оттенок с четвертым. Беру более плоскую кисть и подвожу внешний уголок глаза. Немножко этим же четвертым оттенком пройдусь по складочке. Дальше подводим слизистую глаза. Я использую карандаш Colorish или Коли во втором оттенке Pure Espresso. Такой карандаш отлично подойдет блондинкам и шатенкам. Делаем все то же самое с верхним веком. Немножко прорабатываем межресничное пространство. И короткими быстрыми движениями немножко начинаем приподнимать свет наверх. Растягиваем его по верхнему веку, вырисовывая в однородную стрелочку. Теперь нам понадобится плоская кисть, немножко кремовой базы Lumi Majika. И интенсивно коричнево-золотистый оттенок теней. Я нашла такой в палетке теней Quadro Colorish. И палетка называется E1 Beige Strange. Сперва немножко окунаем кисть в кремовую базу. А затем такими движениями накладываем коричневый оттенок на уже прорисованную нами стрелочку. Добавлю этого же цвета под глаз. Затем я возьму золотистый оттенок из этой палетки. Опять же предварительно немножко окунаю кисточку в базу. Набираю золотистый оттенок, который нам нужно нанести только в уголок перехода вот этой стрелочки. Теперь доведу немножко стрелочку коричневым цветом. Дальше нам нужно получить очень пышные и мега объемные ресницы. Я для этого буду использовать тушь объем миллиона ресниц от Couture. Я прикладываю кисть, немножко нажимаю на ресницы и начинаю подкручивать ее по направлению к себе. Вот так вот крутим кисточку. Для проработки нижних ресниц я очень тщательно сперва убираю лишний продукт с кисти, чтобы у нас не получился перегруженный макияж. Нам осталось сделать макияж губ. Я для этого буду использовать 335 оттенок помады Colorish в красном Saint Germain. У нее очень насыщенный красный оттенок. Чтобы продлить стойкость помады, я немножко подсниму оттенок с помощью обычной салфетки и немножко припудру его. Я надеюсь, вам понравился этот макияж и вы захотите его повторить. Обязательно оставайтесь самими собой, вдохновляйтесь этими образами, экспериментируйте, добавляйте свои краски, свои акценты. И я всех благодарю за внимание. Большое спасибо, что вы меня поддерживаете. Очень приятно мне было вчера получить столько добрых комментариев, столько отзывчивых людей. Без вас у меня бы ничего не получилось. Поэтому спасибо вам, что вы у меня есть. И я всем желаю хорошего дня. Подписывайтесь на мой канал, если вы этого еще не сделали. Следите за обновлениями этого проекта. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok